Повышение не будет. Стоимость проезда в троллейбусах решили оставить прежней. Министр культуры будет новый. Елена Богданова отработала последний день руководителем всей карельской культуры. Сельскохозяйственная ярмарка против сетевиков. В администрации заявили, выездная торговля востребована у горожан. Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Проезд в петрозаводских троллейбусах не подорожает. Предприятие «Городской транспорт» решило перенести планируемое повышение стоимости проезда. Ранее руководство троллейбусного парка заявляло о том, что с 19 октября билет в троллейбусе подорожает с 15 до 17 рублей. Но сегодня цена не изменилась. Проезд в троллейбусе по-прежнему стоит 15 рублей. Все останется как есть до 19 ноября. В течение этого месяца руководство предприятия «Городской транспорт» рассчитывает получить дополнительную субсидию на возмещение выпадающих доходов. Напомню, повысить цену за проезд в троллейбусном парке решили из-за финансовых проблем предприятия. Повышение цен на троллейбусы условно финансовым состоянием на предприятии. До конца года из той суммы, которую мы озвучили в наших потребностях, порядка 40 миллионов нам не хватает до конца этого года. С 1 ноября троллейбусное управление обещает сократить свои маршруты. Финансовый кризис ударит по двойке и четверке. Четвертый маршрут не будет работать по выходным, а второй изменит свой путь по Петрозаводску. Помимо этого, уже с ноября по будням троллейбусы начнут выходить на линию только в часы пик. В отличие от троллейбусного парка, хозяева маршрутных автобусов не стали упускать возможности поднять цены на свои услуги. Некоторые увеличили стоимость проезда в маршрутке с сегодняшнего дня до 22 рублей. К примеру, столько стоит проезд в автобусах номер 25. Стоит заметить, аппетиты маршруточников удовлетворены лишь частично. По их финансовым расчетам, проезд в Петрозаводской маршрутке должен стоить 35 рублей. Но такой тариф бизнесменам не был одобрен. Министр культуры республики Елена Богданова провела последний день в министерском кресле. Попрощалась с коллегами и выслушала напутствие главы региона. Также губернатор назвал имя возможного преемника Елены Богдановой на этом посту. За заслуги перед республикой многодетний добросовестный труд. Елена Богданова занимала пост министра культуры Карелии 5 лет. Сегодня она отработала в министерстве последний день. 20 октября вступает в силу приказ о назначении Богдановой директором музея-заповедника Кижи. Елена Викторовна попрощалась со своей командой. Коллеги, работаем. Все, что запланировали, обязательно должны осуществить. И действительно, мы должны быть с вами лучшими. Исполняющим обязанности министра назначен заместитель Елены Богдановой Алексей Лессонин. Как рассказал глава республики Александр Худилайнин, не исключено, что через 3-4 месяца приставка ИО в наименовании должности Алексея Лессонина может исчезнуть. Глава республики Александр Худилайнин принял участие в 15-й сессии Министерского совета Баренцева Евроарктического региона. Трехдневный визит главы в Финляндию был посвящен подведению итогов и обсуждению перспектив сотрудничества Карелии с северными соседями. Впечатлениями визите Александр Худилайнин поделился с журналистами. В выступлениях министра иностранных дел Финляндии, который вел этот форум и выступлений нашего Сергея Викторовича Лаврова, в Карелии неоднократно звучало, неоднократно приводилось в пример. Дело в том, что очень много проектов совместных было реализовано в прежние годы. Они очень дорожат развитием отношений с Россией и особенно с Карелией. Встречались с депутатами парламента и с крупным бизнесом. Ну и, в общем-то, почувствовали их острое желание активизации работы с Россией в плане развития экономических отношений, сотрудничества. Всероссийская декада подписки стартовала. В рамках акции сотрудники Петрозаводского почтанта рассказали горожанам о печатных изданиях, на которые можно подписаться. А также раскрыли секрет, какие газеты и журналы пользуются у жителей Карелии особой популярностью. На днях почтовые отделения республики присоединились к Всероссийской декаде подписки, которая будет проходить до 25 октября. В эти дни посетители почты могут оформить льготную подписку на любимые печатные издания. У меня дача, я люблю подписку удачную, да, там, то, что касается посадок. Детские, в первую очередь, издания, да, на Красворденок, Геаленок, то есть на развивающие журналы подписки детей, ну, раннего возраста, с 3-4 лет. На дворе век высоких технологий, эпоха интернета и гаджетов. Многие издания, особенно федеральные, сегодня доступны в электронном виде. Тем не менее, люди по-прежнему выписывают печатную продукцию и читают по старинке. Газета, она вообще вне конкуренции. Ведь газета – это труд многих людей, как я уже говорила, да, это труд ваших коллег, да, это труд типографии, это труд почтальона, который идет в деревню, где уже нет практически ничего, а уйдет, приносит газету и выполняет тем самым социальную функцию. На первое полугодие 2015 года жители Карелии подписались на 85 тысяч экземпляров газет и журналов. Как рассказали сотрудники почты, печатную прессу в республике выписывают в два раза больше, чем в среднем по России. Рейтинг изданий, которые пользуются особой популярностью у карельских подписчиков, возглавляют газеты «Карелия» и «ТВР Панорама». Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Проект «Мой город» бережет покой граждан. На площадях и придомовых территориях компании «Сампару» установлено более 1200 камер видеонаблюдения. Видеозаписи городских происшествий можно скачивать с сайта, а с новыми функциями работать с ним стало еще удобнее. Проект «Мой город» существует более пяти лет. Под прицелом камер видеонаблюдения «Сампару» находятся 50 перекрестков и площадей и более 1200 придомовых территорий. За всеми городскими событиями можно следить в режиме онлайн, а также просматривать и скачивать записи историй, произошедших ранее. Каждый месяц компания устанавливает до 15 городских камер. Одна из последних появилась на стадионе «Спартак». Теперь трансляцию матча футбольного клуба «Карелия» можно посмотреть в режиме реального времени или скачать видеозапись игры. Чтобы сделать работу пользователей более удобной, специалисты компании создали ноу-хау. Монтаж ранее был неудобен тем, что мы предоставляли людям часовые записи и монтаж, грубо говоря, перекладывали на них. Вот сейчас же мы весь инструмент монтажа на нашей стороне реализуем, представляя человеку максимально по нашему неудобный интерфейс. Теперь получить запись можно в три клика. Пользователь выбирает место и время, когда произошло событие, будь то праздничный концерт или дорожная авария. Устанавливает интересующий его временной диапазон от трех минут до двух часов и получает готовый видеофайл без лишних минут. Архив камер хранится семь дней. Теперь пользователи могут спать спокойно и не бояться пропустить пять минут праздничного салюта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Более 250 предпринимателей из Карелии, Архангельска, Воронежа, Краснодарского края и Белоруссии представили свою продукцию. 800 тонн картофеля и 250 тонн капусты разошлись по домам петрозаводчан. По словам начальника потребительского рынка Надежды Курбатовой, ближайшему гипермаркету «Лента» даже пришлось снизить цены на эти продукты. Наибольшим спросом у петрозаводчан пользовались мясо и мед. Ярмарку посетили почти 35 тысяч человек. Треть из них – жители Октябрьского района. Чтобы привлечь покупателей из отдаленных районов города, автобусы номер 8 и 25 изменили свои маршруты и доставляли покупатели прямо до торговых рядов. Кстати, за время ярмарки поток пассажиров автобусов увеличился на треть. По просьбам горожан администрация пообещала расширить парковку для личного транспорта. Новости на сегодня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания.